Мы с вами начали знакомство с последовательностями, рассмотрели строки, списки. В целом сказали, что последовательности в Python бывают изменяемые и неизменяемые. Сегодня мы с вами продолжаем знакомство с этой темой, с темой последовательности, познакомимся с картежами на Python. Рассмотрим понятие картежей, ну и функции метода, которые применимы к картежам. Картеж – это неизменяемая структура данных. Она очень похожа на список, но еще раз повторюсь, это неизменяемая структура. Так же, как и списки, картеж может состоять из элементов разных типов. Перечисление типов происходит через запятую. Картежи заключаются в круглые, а не в квадратные скобки. Почему выделяют отдельно список и отдельно картеж? Картеж, он занимает меньше памяти, это доказано, но именно при использовании конкретных задач, в конкретных приложениях, нужно смотреть от условия задачи. Еще какие преимущества у картежа перед списками. Защита от изменения данных, так как картеж неизменяемая структура, то данный факт важен, когда мы передаем последовательности, в частности, картежи, в качестве аргумента функцию. Насчет того, что картежи работают быстрее, чем в списке, данное утверждение спорно, хотя некоторые авторы утверждают, что быстрота все-таки у картежей лучше. Как нужно создать картеж? Картеж создает несколькими способами. Первый способ – это создание пустого картежа. Для этого мы переменные, которые будут означать картеж, присваиваем просто пустые круглые скобки. В данном случае мы получили картеж А, который ничего не содержит, это пустой картеж. Если мы выведем тип А, он нам даст класс TypeL, то есть картеж. В Б тоже будет картеж, тоже пустой картеж, но мы используем функцию, которая создает картеж. TypeL в круглые скобки тоже будет класс TypeL. То есть можно просто назвать, круглые скобки указать, можно через функцию TypeL указать круглые скобки, результат будет один и тот же. Можно задать картеж заранее с заданными значениями, то есть не вводить элементы картежа, а задать. Например, А равно, это мой картеж, который состоит из пяти элементов в классе TypeL. И если я выведу его на крат, то он даст мне элементы один, два, три, четыре, пять. Вот тут помните, так как картеж – это неизменяемая структура, по аналогии с списками append использовать нельзя. То есть если вы сделали пустой картеж, то он у вас и будет пустым. Также картежи можно создать при помощи функции. То есть перед этим мы с вами рассматривали пример, когда мы создавали пустой картеж с помощью функции TypeL. Точно так можно указать конкретные значения для картежа и использовать функцию TypeL. Картеж может состоять из одного элемента. Тогда в круглых скобках мы указываем значение этого элемента и обязательно ставим запятую. Интерпретатор будет понимать, что это картеж. Если вы запятую забудете поставить, поставите просто А равно единице, он вот эту единичку возьмет как одно число, просто математическое целое число, которое заключили в круглые скобки. Но он его рассматривать как картеж не будет. Чтобы интерпретатор понимал, что у вас картеж всегда должна быть запятая. Картежи можно создать с помощью генератора. То есть мы говорим для И, в диапазоне от 0 до 10, и генерируем вот эти И и преобразуем их в картеж. Если мы выведем, так как у нас в любом диапазоне второй аргумент не учитывается, значит, у нас будут элементы от 0 до 9 включительно. В Python можно использовать картежи, чтобы присваивать значения нескольким переменам сразу. До этого мы присваивали значения картежу, теперь посмотрим обратный процесс. Пусть К – это будет картеж, который состоит из трех элементов, причем эти элементы разных типов. Первый и третий элемент – это у нас слова и початок. Второй элемент – это целое число. Тогда я могу переменам x, y, z сразу же присвоить значение k. Тогда мне x будет 2, y будет 2, z равно курс. Можно присвоить имена диапазону значения. Я, например, указываю, что у меня будет картеж, состоящий из января, февраль, март, апрель, май, присвоила значение диапазона. Тут не от нуля взяла, от одного взяла, поэтому беру до 6, так как 6 не будет входить. Если я выведу март, то переменная март будет иметь значение, равное 3. Не 3 равно марту, а именно март равно 3. Также, как и в списках, можно осуществить доступ к элементам картежа. То есть мы можем посмотреть любой элемент картежа, но единственное, что мы изменить не можем. Можно извлекать один элемент. Вот, например, если я возьму а нулевой, это у меня будет просто единичка. Можно брать срезы. Вот здесь от 1 до 2, 2 не включаю, значит, возьму только единичку. Первый элемент – это будет 2. Он выведет, как картеж, 2, запятая. Если я возьму от нуля до 1, он выведет первый элемент, 1, и выведет именно, как картеж. Если я возьму просто 1, он выведет, и присвою 3, он выведет ошибку, потому что я могу взять вот так вот срезы, просто посмотреть, что с ними. А уже присвоить элементу или срезу картежа значения я не имею права. Картеж – неизменяемая структура. Поэтому вот эта часть даст ошибку и еще и покажет, какая это ошибка. Еще как можно обращаться к элементам картежа. Ну вот, если картеж состоит из разных элементов, то же самое выведет. Если один элемент показали, он будет соответствовать типу. Целое число он покажет. Целое число. Если от 1 до 3, 3 не включая, он выведет это как список. Картеж может содержать элементы, которые в свою очередь являются составными. Например, картеж внутри картежа. Вот первый элемент у картежа у нас целое число. А нулевое вывела, вышло 5. Второй элемент под номером 1 – это картеж, состоящий из двух слов. А 1, если я выведу, он мне даст картеж, состоящий из двух слов. И дальше тоже простые элементы. Вещественное число и строка ОК. То есть, так же, как и списки, картеж может быть вложенным. Или какой-то элемент картежа может быть вложенным. Картеж также может в качестве одного из элементов содержать список. Тогда внутри список, в принципе, менять можно, но сам картеж, вот как он был списком, он должен остаться списком. Этот элемент. Удалить отдельные элементы из картежа невозможно. То есть, еще разок. Те методы, которые мы использовали к спискам, которые изменяли списки, метод append, extend, remove, метод pop, эти методы для картежей неприменимы, так как картеж изменять нельзя. Но можно удалить картеж целиком, то есть, как объект. Вот если я сейчас сделаю дел А нулева, он даст ошибку. Для того, чтобы удалить какой-то элемент картежа, как и в строках, нам нужно создать новый картеж, перевести его в список, удалить все, что нужно, или добавить все, что нужно, и обратно из списка преобразовать в картеж. Только так. Или же по мере необходимости можно будет преобразовывать к строкам. Но строки тоже не изменяются. Чтобы удалить целиком картеж, я просто говорю дел и А как объект. Не и индекс элемента, а целиком объект. Тогда он удалит его. Вот здесь вот он удалит его. Если я его попытаюсь вывести на экран принта, он даст ошибку, скажет, что А уже не существует из not defined. Он неопределен, он уже удален. Чтобы преобразовать картеж в список, можно использовать функцию tab. То есть, к примеру, у меня есть некоторый список LST, который состоит из элементов 1, 2, 3, 4, 5. Это список, так как он создан в квадратных скобках. Если я выведу тип LST, он мне даст лист. Выведу элементы списка, в квадратных скобках перечислиться. Теперь я некоторой переменной, это будет имя картежа, присваиваю значение преобразовать в картеж мой список, аргумент LST. И если я сейчас выведу тип вот этого TPL, он мне даст что-то в список, а если выведу само значение, то он мне даст значение списка, но взятый уже как картеж. То есть, еще разок, да? Я создала новый картеж, а в качестве аргумента взяла значение элементов списка. Обратная операция также является корректной, то есть из картежа я, наоборот, могу получить список. К примеру, дан картеж, состоящий из таких чисел. Если я выведу тип, это будет картеж. Если я выведу значение, это будет картеж в круглых скобках. Теперь, если я некоторые перемены присвою значение LST и в качестве аргумента возьму свой картеж, то он мне даст новый список. Вот тип список и даст значение квадратных скобок, то есть список. Теперь я вот это значение могу изменять, добавлять, удалять, менять какие-то конкретные значения. Если я его обратно присвою в картеж, я получу другой картеж, но уже измененный. Картежи можно преобразовать в строку и обратно. Чтобы перевести картеж в строку, используют FUTSA JOIN. JOIN мы знаем, что он соединяет. Вот здесь на примере дан картеж, состоящий из трех элементов 1, 2, 3. B соединила без пробелов, C соединила через запятую. Если я выведу B, у меня получится одна строка 1, которая идет без пробелов, без ничего, а C – это у меня будет строка, которые элементы между собой разделены через запятую. Вернее, она не будет рассматриваться как элементы разделены, это будет как одна строка, но разделители все-таки я вставила, так как я соединила разделитель и элементы картежа. Базовый оператор картежей. Так же, как и со всеми последовательностями, у нас есть оператор сложения и умножения. Сложение, он складывает два картежа одного. Два картежа. Умножение мы умножаем, аргументом должен быть картеж и число. Можно определить длину картежа. Длина в данном случае – три элемента. Можно сложить два картежа, получим новый картеж. Не изменила, а именно получила новый картеж. Могу, вот как в списке, если я умножу элемент на четыре, у меня он четыре раза повторится. Если я умножу картеж на четыре, я уже получу не отдельными элементами, как картежа, а одно целое. Могу проверить, входит ли какое-то значение в мой картеж. То есть получу в ответе true либо false. И могу пройти по элементам картежа, пройти итерации для x in 1, 2, 3. Если буду выводить по одному элементу, он меня выведет таким вот образом. Здесь для картежей применимы только два метода – метод index и метод count. Метод index позволяет определить позицию искомого элемента в картеже. Например, если мне дан картеж A, и я хочу найти индекс значения 33, он мне даст первое значение. Вот он первый раз встретил 33, на первом месте есть такой элемент, остального он смотреть не будет. А для того, чтобы посчитать количество таких элементов, я использую метод count. Тогда он почитает 1, 2, 3 и скажет, да, вот таких элементов у меня здесь 3. Остальные методы, которые мы использовали в списках к картежам, не применимы. Функции, которые применяют к картежам – это функция определения длины картежа или количество элементов картежа, функция, которая позволяет получить наибольший элемент картежа, наименьший элемент картежа и превратить список картеж или строку в картеж. Есть функция, которая позволяет сортировать элементы картежа, так же, как и в списке. То есть, если я сейчас возьму картеж A, равный 1, 2, 3, и отсортирую свой картеж, выведу, то он даст 1 на первом месте, 3, то он обратно поменяет местами, так как вот это синтезически считается короче, чем то, второй элемент встречается раньше, чем H, встречается раньше, чем W. Поэтому на втором месте при и на третьем месте. Только что мы с вами сказали, что картеж может быть сложным. Он может содержать в себе другой картеж или любой другой сложный элемент. Вот здесь у нас картеж, который состоит из трех элементов. Первые два элемента – это простые элементы. Последний элемент, третий – это список. В свою очередь он состоит тоже из трех элементов. Список внутри картежа менять можно. Вот обращение, смотрим, второй элемент. Это означает, что, вот начиная с нуля, считаю, nested, второй элемент – это означает нулевой, второй, третий. Вот я буду рассматривать вот этот элемент, вот это первый индекс означает. Второй индекс означает, что я внутри вот этого элемента буду рассматривать первый элемент. Это что? 0, 1. То есть я буду работать с десяткой. Что я могу с этой десяткой сделать? Я могу присвоить другое значение этому элементу. Могу буквально сделать какое-то архитическое выражение, посчитать и присвоить сюда. То есть могу изменить значение. Вот я присвоила 15 этому элементу. И если я выведу на экран вот мой картежный, он мне даст один дух не изменится, внутри первый элемент не изменится, но изменится вот этот элемент 15 вместо 10. Так, здесь, еще разок. На самом деле картеж остался неизменяемым. То есть вот этот у нас остался таким же. Первый элемент, второй элемент. Список остался списком. Почему мы могли поменять внутреннее значение списка? Так как мы здесь содержим не сам список, а ссылку на этот список. Ссылку изменить нельзя, а сам список менять можно. На экране вы видите вопросы для закрепления. Итак, сегодня мы с вами посмотрели такую последовательность для картежи. Картежи похожи на списки в том плане, что они могут содержать объекты разных типов. Причем каждый элемент картежа может быть сложным объектом. Но в отличие от списков, картежи так же, как и строки, неизменяемые последовательности. Можно увидеть дополнительную литературу. На сегодня наша тема на этом завершена. Изучение Python и основные последовательности Python мы с вами продолжим изучать на следующем занятии. Продолжение следует... Продолжение следует...